Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня будет гадание общее на тему Есть ли у задуманного человека какое-то скрытое общение? То есть то, что он скрывает от вас. Это может быть ваш супруг, тот, кого вы будете загадывать. Это может быть ваш друг или подруга, которые, на ваш взгляд, могут иметь какие-то тайные отношения, тайное общение, которое идет, например, не в вашу пользу. И мы загадываем следующим образом. То есть сейчас я буду выкладывать варианты и мы будем смотреть не только наличествует или нет тайное общение со стороны того человека, которого вы загадываете, но еще и помимо этого, если будут выходить фигурные карты, то, соответственно, мы будем понимать и будем иметь возможность толковать, с кем именно в данном случае может быть общение тайное. И насколько, возможно, негативно оно может влиять на ваши отношения. Сейчас мы выложим, ну, сейчас мы сделаем нестандартно, мы сделаем 8 вариантов. И располагаются эти варианты следующим образом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Я, как всегда, напоминаю, что вы можете загадывать по порядку открытия мною. Вы можете просто загадывать рубашку карты, которая вам понравилась, или загадывать номер варианта, который я уже озвучила сейчас. И в данном случае, как бы это ни было удивительно, мы приступим к первому варианту. Для тех, кто загадал первый вариант, мы видим, что у человека есть тайное общение. И это общение происходит зачастую через интернет. То есть, скорее всего, вы можете найти те самые тайны, которые вы хотите узнать, именно в ноутбуке человека или в его смартфоне. Потому что, ну, здесь для 21 века, конечно, очень типичная ситуация. И ситуация, казалось бы, о которой уже и нечего говорить. Просто открылась карта, которая говорит о том, что общение по интернету есть. Но есть еще одна интересная специфическая черта данного аркана. Он может говорить о том, что человек общается с кем-то из-за границы. Но в каждом случае это будет индивидуально, потому что просмотров может быть много. То есть, несколько тысяч человек будут смотреть данное гадание. И под каждого, конечно, индивидуально не расскажешь. Если вы хотите просматривать свою ситуацию более подробно, то в таком случае вы можете заказывать личный расклад для себя. Но в целом мы видим, что да, тайное общение есть. Да, оно происходит через интернет. И, возможно, человек, с которым общаются, или люди, с которым общается задуманный человек, находятся за границей. Для тех, кто выбрал третью позицию, она вторая по порядку. И здесь мы видим карту, которая говорит о том, что, в принципе, на сегодняшний день ничего тайного в общении человека с окружающими для вас нет. То есть, даже если есть какое-то общение, которое вам не нравится, это не значит, что вы о нем не знаете. То есть, например, если вы подозреваете супругу или супруга, или которые могут общаться с любовником или любовницей, то в данном случае у вас есть не только подозрения, у вас есть факты. И это общение не такое уж и скрытое. То есть, здесь два варианта. Если вы знаете, что точно общение есть, то вы имеете достаточно информации об этом общении. Если вы не знаете, еще не поймали, значит, такого общения просто нет. Потому что карта не говорит ни о чем скрытом. Она просто говорит о том, что все, что вам может быть известно, все, что вы хотели знать, вы и так знаете. А уж положительное это или отрицательное, это второй вопрос. Для тех, кто выбрал пятую позицию, она третья по порядку открытия, карты говорят о том, что со стороны человека может быть тайное общение, но в его случае все тайное станет рано или поздно явным. Потому что у человека недостаточно соображалки для того, чтобы скрывать все то, что он или она хотят скрыть. Но здесь есть еще один интересный момент. Это общение может быть просто не настолько серьезным для того, чтобы о сокрытии или обнародовании его очень сильно человек заботился. То есть называется, ну, общаюсь и общаюсь, но это ничего не значит. То есть вот такие вот вещи могут быть. Для тех, кто выбрал восьмой вариант, он четвертый по порядку открытия. И здесь ложится карта, которая говорит о том, что в случае с данным человеком может быть какое-то тайное общение, но в данном случае это тайное общение будет рассчитано на, скажем так, некоторую разгрузку от эмоций и на то, чтобы чувствовать себя увереннее. То есть человек пытается поднять свою самооценку, вполне возможно, через какое-то общение, которое будет тайным для вас. Но в целом карты говорят о том, что это общение ситуативно, нерегулярно. И, скорее всего, оно ничего глобального не значит в вашей жизни. Это то именно, что является скрытым общением, то, о чем вы не знаете в данной ситуации. Для тех, кто выбрал четвертую позицию, она пятая по порядку открытия. И здесь мы видим, что у человека может быть скрытое общение, но в те моменты и в те периоды времени, когда он обижается на вас. В остальном может отсутствовать скрытое общение, но если вы как раз-таки сейчас находитесь в том периоде, когда есть определенная обида и когда у вас какие-то неполадки в общении все-таки происходят, то сейчас как раз-таки карты говорят о том, что это общение тайное может быть. Для тех, кто выбрал седьмую позицию, она у нас шестая по порядку открытия. И здесь ложится карта, которая говорит о том, что тайное общение со стороны данного человека быть может. Но это тайное общение, скорее всего, касается каких-то дел или работы. Или даже если вы подозреваете отношения и какую-то любовную связь, но точно не можете понять, кто это, то ищите у человека на работе. Вам как раз-таки в ту сторону в поиске. Но сперва, прежде чем закатывать скандал, конечно, вам лучше разобраться. Рабочие у человека отношения с тем, с кем он общается, тайно. Или помимо рабочих существует что-то еще. То есть, в принципе, здесь почва достаточно благодатная. Есть куда копать, но прежде чем копать, отдавайте себе отчет. Хотите ли вы действительно знать то тайное, что может стать в вашем случае явью и явным. Для тех, кто выбрал вторую позицию, она у нас седьмая по порядку открытия. Здесь ложится карта, которая говорит о том, что, скорее всего, то, что вы не знаете, то, что в тайном общении является для вас неведомым, это какие-то мелкие конфликты, которыми человек, о котором вы думаете, даже не хочет вас расстраивать. То есть, даже если что-то есть, это что-то мелкое, незначительное. Может быть, какая-то перепалка на работе. Может быть, какие-то, знаете, ничего не стоящие, мелкие ситуации с общением, которое может быть тайное, просто потому, что человек не хочет вас нервировать, не хочет вас волновать и, соответственно, скрывая какое-то общение, он просто оберегает от этого вас. Но по этой карте в целом может даже вообще не быть скрытого общения никакого. Но я еще раз говорю, что привожу все возможные варианты, потому что гадание общее и, соответственно, вы должны интуитивно понимать, какой из вариантов наиболее близок вам в той или иной ситуации. Шестой вариант, он у нас восьмой по порядку открытия. И здесь карта говорит о том, что вообще человек не склонен к тайному общению и к тому, чтобы множить, скажем так, проблемы в неограниченном масштабе. То есть здесь человек, в принципе, достаточно закрыт. И карты говорят о том, что обо всем общении, которое есть, вам, в принципе, известно. То есть данное гадание, я еще раз хочу обобщить, не означает, что у человека нет неприятного для вас общения. То есть если вы, например, знаете, что ваш партнер вам изменяет, то вы уже об этом знаете, что это общение существует. И оно уже не является скрытым по сути своей. Да, какие-то отдельные проблемы, которые они могут обсуждать, будут от вас закрыты или конкретные диалоги. Но в целом вы понимаете и осознаете в такой ситуации, что общение подобного рода существует. Но в данном случае, именно по этой, по восьмой по порядку открытия позиции, мы видим, что общение в целом, которое бы было полностью скрыто от вас, не видим. То есть такого общения в данном случае нет. И это мы, конечно, действительно можем понимать. Вот такой получился расклад. И, конечно, я всем желаю, чтобы то тайное, которое принесет вам благо, становилось бы для вас явным. То есть все, что вы узнаете, чтобы действительно помогало вам находить выход из какой-либо ситуации. Ну и, конечно же, я всем желаю удачи. Для тех, кто хочет заказать личный расклад, вы можете писать мне. Все мои данные для контакта в текстовом описании данного видео. А я всем желаю удачи. До встречи. До свидания.